здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 26 июля день гавриила летнего сегодняшнем видео вы узнаете что это день по народным приметам вам принесет и что можно сделать для себя в этот день отмечается праздник гавриила летнего названным честь ангела гавриила рожденный 26 июля отличаются стремлением к самообразованию и развитию себя во многих областях одновременно эти люди наделены даром волшебства а также никогда не жалуются с малых лет стремятся зарабатывать деньги а потому финансовом плане их жизнь всегда сыта и благополучно на руси этот день считался хмурым и пасмурным нередко грохотал гром крестьяне откладывали свои полевые дела ведь работать в эти сутки никто не должен люди верили что раз говорил управляет громом то может спалить все абсолютно поскольку уборка рожая дело хлопотное и трудное то обязательно этот день читали молитвы богородицы просили чтобы прибавила сил и энергии крестьянам кстати если у вас идет нехватка сил и нет энергии помолитесь богородица в этот день увидите как силы прибавится а также очень хорошо в этот день выпекать хлеб ведь выпечка в этот день идет на счастье если нет такой возможности идем магазин покупаем самый вкусный хлеб и делим его с домочадцами тем самым разделяя счастье среди родных оставшиеся хлебной крошки ни в коем случае нельзя выбрасывать а нужно скормить птицам а еще в этот день обязательно просили о том чтобы было в доме благополучия а для этого наши предки на поле оставляли тарелку с молоком и хлебом либо кашу с маслом но в современной жизни вы можете на ночь оставить на столе молоко с хлебом либо любую кашу с маслом также в этот день можно погадать девушки и юноши гадали на исполнении желания в этот день одно из гаданий по листьям деревьев а для этого нужно собрать листья с разных деревьев чем больше тем интереснее достаточно по одному два листа с каждого дерева положить их мешок и перемешать при этом четко воображая свое желание и вытащить один он и расскажет вам правду так как например клен задуманному не суждено сбыться береза желание точно осуществиться осина вас ждут препятствия на пути к цели дуб не стоит и думать об этом мечта реализуется рябина кто-то будет вставлять вам палки в колеса но мечта все-таки станет явью а если ли по ситуации неясно но вероятно что желание воплотиться намного больше если у вас нет столько деревьев то вы можете сделать по-другому также собрать листья из деревьев и на этих листьях можно маркером просто написать свои желания а потом также вытаскивать из мешка и и посмотрите какое ваше желание сбудется сны в эту ночь будут яркие необычные и возможно какие-то образы вас заинтересует и то что вам приснится все это вы можете воплотить свою жизнь и также конечно обязательно проводили в этот день различные заговоры существовал такой поверье что любая практика который проделывается в этот день то обязательно исполнится в короткие сроки так например можно сделать такую волшебную практику на дружбу то есть если вы с кем-то в ссоре и очень хотите помириться причем эта практика действует на всех если вы на работе с кем-то поругались либо с подругой либо со знакомыми или если в отношениях то обязательно проведите эту практику а что вам нужно сделать просто берете немного соли в свою руку и на эту соль вы наговариваете такие слова мы называете имя человека с которым вы хотите помириться вместе путь соли съели всякой перетерпели светлые силы мне помогите да сделайте так чтобы все обиды забылись чтобы в душах наших мир был а злость навсегда удалилась да будет так вот вам нужно сказать три раза далее эту соль которая у вас в руке вы должны разделить пополам одну половину съесть сами а другую дать тому человеку с кем вы хотите помириться если такого не получается тогда всю соль вы съедаете сами и все и вот вы обязательно в скором времени сможете помириться даже хочу вам дать практику на удачное замужество ведь в этот день можно привлечь любовь свою жизнь а что вам нужно будем делать все достаточно просто в течение всего дня вам нужно зажечь любую свечку если есть возможность то желательно красного цвета если нет ничего страшного и смотря на огонь вы должны говорить такие слова светлые силы примите мою просьбу мою любовь мою жизнь призовите сделать и так чтобы мы встретились как можно скорее чтобы любовь была сильна до крепка да будет так вот эти слова вы должны сказать 12 раз все когда проговорили свечку можно затушить и уже заниматься своими делами и вот будьте уверены что когда проведя такие практики вы добьетесь именно то что вы хотите